всем привет хочу сделать обзор книги которую дочитал буквально только что эта книга сергея мавроди называется на искушение искушение или сын люцифера насколько я знаю как как он ее хотел еще назвать ну не в этом суть книга читая эту книгу понимаешь что он гениален он реально гениальный человек вот этот тип который основал ммм гениальный и по-своему гениально съехавший вот но одновременно с этим очень здравомыслящий человек эта книга о многом об искушении человека какими-то страстями каким-то слаб соблазном о предательстве и в первую очередь книга о вере книга о размышлениях о том что хорошо что плохо как говорится о том кто бог и кто дьявол и как очень сильно переплетены эти два понятия и насколько сложно отличить в реальной жизни бога от дьявола там каждая глава отдельная история отдельная история очень ярко точно и довольно просто показывающие различные ситуации когда любовь продается когда верность продается когда жизнь человека не стоит ничего там такие по каждому можно делать видос буквально по каждой главе можно делать видос который просто взрыв мозга взрыв мозга и хочется я хотел вообще наверное сделать по каждой главе реально записывать какое-то видео о своих мыслях о теме поднимаемой в каждом в каждый из глав этой книги ну в любом случае любом случае я буду возвращаться к этим темам постоянно потому что это самый раз животрепещущие темы которые мучают нас людей на этой планете и вот как я уже говорил что в каждой главе каждая глава это отдельный рассказ показывающий что-то все они вместе связаны на протяжении всей книги идет диалог люцифера и его сына скажем так антихриста или аналогии христа только со стороны дьявола и на самом деле эта книга как небольшая религия что ли небольшая даже не то чтобы религия учение 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 или какая-то на самом деле под религия ну вот это вот в стиле основателя ммм который хотел и продолжает хотеть перевернуть весь мир создать собственную финансовую систему мира вот реально гениальная гениальная вещь и в таком глобальном плане причем она на самом деле может пониматься как угодно я лично сам считаю что многие учения в этой книге которые полностью приписываются вроде как дьяволу и показываются с его стороны причем такие которые на самом деле вроде как близки людям что мы должны быть не рабами божьими а свободными людьми равными богу и что может быть явно на самом деле хотел вот свободы для человечества и для того чтобы все люди были равны перед богом и могли сами вершить свою судьбу сами выбирать свой путь они просто полагаться на промысел божий в общем много вопросов я по-своему как-то гляжу на них это все каждый каждый из поднятых вопросов эта тема для обсуждения в этой книге что может быть наоборот это как бы угодный богу взгляд наоборот на вещи представлен тут как взгляд дьявола в этой книге все спорно все очень спорно но как всегда в таких религиозных темах вот для примера могу сказать как в этой книге например в одной главе один мужик обычный обычный мужик причем знаете там единственное конечно что немного с одной стороны подводит а с другой стороны и наоборот еще больше приближает к любому человеку эту книгу то что она написана таким бульварным языком языком бушкова донцовой там или еще кого-то куча мата там куча таких ну и все такое ощущение что в каждой главе разные герои но такое ощущение что это все один и тот же герой то есть мысли у него примерно одинаковые ход мысли алгоритм мышления ну все вот это дело но все равно все на самом деле очень разные и вот они в одной из глав например мужик совершенно обычный такой тип вдруг живет с женатой с женой не особо красоткой но он сам такой серый когда ему на красоток не везло все на него смотрели как просто на человека второго сорта ну то есть знаете пафосные красотки которые там бывают и вот у него друг весь такой красавец туда-сюда силач и у него жена такая очень как раз одна из тех львиц которые не обращают внимание и снисходительно смотрит на этого человека только на главного героя только потому что вот ее муж с ним дружит вот и получается так что он во сне этот герой этой главы во сне оказывается в комнате в комнате без окон без дверей просто в комнате и там кровать и кто-то на ней лежит причем сон очень реальный как будто все наяву происходит он все помнит все понимает все чувствует и там оказывается эта красотка жена его друга не очень в первую ночь он присунул и потихо ему там она спала не разбудил вторую ночь она проснулась но второй раз он снова потом оказывается в этом сне снова и потом получается так что в любой момент может раз и уснуть и оказаться вот в этом своем сне он сначала но она там она причем во сне когда просыпается понимает что реальность ну как бы как адекватно совершенно ведет себя как в обычной жизни потом оказывается что просто из обычной жизни ее перебрасывают в отцом к нему а его ну в общем они они это они только оказываются в его сне он короче ее насилует там вот потом он это делает постоянно потом она ему доедает и начинает праздновать возвращаться с над ней и в общем буквально сутками он находится в этом сне где у него уже камера пыток просто для нее она тоже сутками уже спит буквально причем в обычной жизни просыпаясь напомнить свои сны и на ничего не может поделать когда ему нужно они оба засыпают и оказывается в этой пыточной камере где он все больше и больше возвращается уже там и режет ее и убивает и что попало с ней делать не убивает но практически там вот и так длится неделю за эту неделю не усовершается выкидыш она вообще не я чуть жива чуть жива в реальность вот и последний день этой неделе но снова оказывается в этом сне и там появляется человек там появляется еще третий человек который не контролируется в его сне и и говорит что он советует ему там пригласить каких-то китайских еще а пыточников еще каких-то восточных пыточников вызвать в сон чтобы максимально изощренно над ней поиздеваться а потом мельком замечает что вот прошла неделя когда это был его сон и на следующей неделе и он был властелином хозяином этого сна а на следующей неделе они поменяются ролями и это будет ее сон она будет хозяйкой этого сна вот такая история ну и соответственно следующий никогда началась следующая неделя он проспал буквально один день а потом когда ее случайно разбудили по каким по кому-то делу он проснулся и выбросился из окна но это причем такая лайтовая история скажем так более более интересные сильные и поднимающие более низменные какие-то инстинкты есть еще главы когда любящая жена например там придает мужа и за то чтобы стать самой молодой подписывает контракт чтобы муж жил примерно 20 лет меньше проценту предательства проценту жизни как я уже говорил молодости когда человек продает душу дьяволу а потом в общем я советую вам ее прочитать эту книгу и советую не советую одновременно она очень хорошо заставляет задуматься и почувствовать одновременно с тем чувствуется что писал человек который очень сильно в какой-то степени зол на жизнь зол циничен при всей своей гениальности и в принципе изначальной доброте с таким некоторым смехом относится к жизни к обычным людям и к их ценностям и приоритетам чувствуется что он через всю книгу идет предательство жены я так понимаю наверное может быть он когда вот попал в тюрьму после этого краха ммм ну какого краха скорее всего было как раз предательство со стороны женщины у него и что-то в этом роде через всю книгу идет прямо то что он автор то есть сергей мавроди видимо очень много размышлял и думал на тему бога на тему религии на тему заповедей христовых на тему буквально простудировал библию наверное не один раз ну реально реально гениальный человек гениальный человек со своим взглядом на этот мир и это учение его можно сказать и так эта книга она достойна того чтобы быть прочитанной пережеванной и наверное осмысленной потому что все вот эти вопросы поднятые в этой книге как я говорю уже ужасно актуальны каждый день и наверное главное что вообще я лично вынес из этой книги и про что постоянно говорится что а вся твоя жизнь все мысли твои они постоянно в твоих руках и каждое даже не то чтобы слово а мысль решает кем ты будешь и кто ты есть сейчас и не обязательно даже сделать что-то хотя бы в собственной голове если ты уже договорился сам с собой изменил своим принципом идеалом уже прогнулся и переступил сам через себя через кого-то из близких или дорогих людей ты уже сделал свой выбор ты уже нет пути обратно практически нет пути обратно постоянно 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 внутри человека идет основной бой добра со злом основной основное противоборство правды и лжи и внутри тебя всегда есть ангелы бога и ангелы тьмы которые ведут непрерывную войну и ты тебе лично самому решать кем быть и гореть ли в собственном аду в аду собственных собственной совести своей низости либо же просто жить подняв голову кверху и понимая что ты ты на верном пути что ты остаешься человеком ладно всем пока вообще сильная книга всем советую прочитать обязательно прочитать и подумать но единственное не принимайте на веру не принимайте на веру все что там написано подвергайте сомнению каждое слово в этой книге всем пока всего хорошего пока пока я